Итак, мы смотрим дальше. 38-41 щеку. Вы слышали, что сказано, око за око, зуб за зуб, а я говорю вам, не противься злобом. Но кто ударит тебя в правую щеку твоего, обратите ему в любую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя руку, отдай ему вверху отверху. И кто принудит тебя идти с ним в одном поприще, идти с ним в два. Что означает этот стандарт? Это ограничивает месть. То есть мы понимаем, что преступление должно иметь соответствующее наказание, но мы видим, что в стандартах нового завета нужно обратить любую щеку. И мне интересно, что здесь написано, как вы думаете? Кто ударит тебя в правую щеку твою? Обида. Обида. Да? То есть речь не идет о драке, речь идет о унижении. Потому что правой рукой, вернее, правой рукой в правую щеку ударить можно на подмашь, да, в тымной стороной. То есть речь идет о... Ага, пожалуйста. Унижение противника. Унижение противника. То есть речь идет о унижении. И мы видим, что, в общем-то, слава Богу, Царству Божьем, никого по щекам друг друга бить не будут. Это радует. С кулаками. С кулаками, с ногами. Итак, дальше мы видим, кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Здесь говорится о конкретных законах времен римской оккупации. Если вы не знали. Римлянин имел право заставить еврея нести тяжесть в одну милю. Вот как крест не сли. Да, что унижало, соответственно, еврея. Крест вот очень хороший пример. Когда, помните, Шо, онес его. Они зацепили быстренько Симона Кириньянина, да? И он шел просто с работы. Уже ничего не понимал. Его заставили нести крест Киршо, да? Ну, преступника практически. И, ну, мы понимаем, что никакой здравый народ не мог любить эти законы. Идешь ты, никого не трогаешь. И тут вываливается какое-то римлянин, да? И говорит, взял вот этот ящик и понес вот сюда. И все. Семел право одну милю. А если их было пятеро, припустим, да? Ну, ты дадил себе, говорит, а теперь я тебя вырву, взял и понес. И так целый день. Ну, буквально. То есть берешь такого, цепляешь на базаре кого-нибудь, и он тебе носит за тобой, и ненавидит тебя всю дорогу. Вот. И здесь говорится, что в Царстве Божьем ты в конце этой милии можешь проявить любовь и скажешь, а можешь, можно еще? Пожалуйста. Обратно. Это крючок, повезти ваши. То есть, смотрите, принудит тебя идти с ним одно по крещению, иди с ним два. Он тебя принуждает, а ты как бы на зло врагам. В данном случае, если мы говорим, кстати, о щеке, то мы понимаем, что речь идет не о самозащите, да? То есть речь идет о приближении. Но если доходит до того, что у вас уже там конкретно блюд, то будет разумно, конечно, сопротивляться. С этим кулаком обычно. Точно. Подставить левую щеку, прогнуться, сделаем гуглый рот и на гель. Да, такой кульбит. Записывайте, да? Пишем, пишем. То есть в любом случае нападение, безусловно, лучше остановить врага и желательно сохранить ему жизнь. Но если человек ведет себя агрессивно, надо поступать в соответствии с конкретной ситуацией. Законом, да. Потому что мы, как бы, разные позиции, есть относительно насилия в свете верующих, да? И некоторые говорят, я там ни за что, никогда, там не подняну ни на кого руку. И ему сразу задают вопрос, хорошо, если ты будешь гулять со своей девушкой, и кто-то будет к ней приставать, ты будешь стоять и молиться, что бегать будешь его крупнее. Ну, то есть это группа. Понимаете, да? То есть надо защищать. Война – это групповая самозащита. Нужно смотреть на войну, как на групповую самозащиту. Проблема в другом. Что используют эту силу очень часто люди, бессовестные, да, в мягком говоря, в корыстных своих собственных целях. Ты будешь за кому война, кому мать родна. Вот. Поэтому в этом есть и проблема. И одна из аграб, которая стоит, например, в первую очередь наших регионов, я в руки оружие не беру. Да, вот есть такая позиция. Я иду служить в оперативной службе, потому что у меня есть четкая позиция. Ага. Вот. И... Ну, это право. Но, знаете, как бы, когда дело дойдет до реальной войны, то я бы хотел посмотреть, например, сейчас на современный избраиль, который не берет в руки оружие. Уже давно будет. И вы давно уже сняли. Давно. И только их позиция жесткая. То есть они понимают, что они как народ, у них нет шансов. Они не могут быть слабыми, они не могут всегда подставлять там вот щеки. Даже в субботу. Даже когда бы там ни было война сутного дня, да? Все собирались и шли на моему. Понимаете, да? Хотя мы знаем, что за любой силой стоит сила Божия. Если бы Бог не защищал Израиль, вы бы уже давно смяли. Это по-любому. Ну, просто... Ну, 20 раз превышает количество врагов. Это ж вообще... Поймите, да? Вот. Поэтому победа от Господа. Победа от Господа. Но, тем не менее, как бы нужно защищать себя, если это необходимо. И так. Мы понимаем, что это было противоречием ряду вещей, когда, знаете, там, например, убивали не просто человека, но и всех его родственников. Было же такое, да? Перережь до... Как там написано? До начальщегося к стене. То есть до собаки. Все перережь. Все в хозяйстве. Всем. Здесь говорится, что... В принципе, ты можешь поступить по любви. Не сделать это. Сделать по-другому. Не око за око, зуб за зуб. Следует сказать также, что... На самом деле, закон око за око, зуб за зуб. Не выполнялся в той мере, о котором говорится. Всегда... Ну, как бы... Это не значит, что если я выбил кому-то случайно глаз, то сразу же мне выбивали глаз. Специальная процедура. Почему? Потому что... Такой поступок, он перекрепил на суду. И... Делали оценку ущерба. Потому что мы понимаем, что, например, если глаз выбили молодому человеку, да, например, он юбилит, то это его хлеб, его глаза. Но если это, допустим, какой-то человек уже в возрасте, то есть мы понимаем, сколько глаз будет служить, да, на какое влияние, там, сколько детей, каких обстоятельств, целое, 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 и платилось деньгами ущерб. Ну, вот так этот вопрос решался. И так, тем не менее, царство делает нас свободным от вот такого вот понимания, как честь, позор, женская гордость, мужская гордыня. Вы знаете, какие, да, есть броские у нас такие лжеценности. Моя женская гордость не позволяет это сделать. Моя мужская гордость не позволяет брать, там, там, еду у женщины, да, да, или там, есть такие, я встречал таких напыщенных парней, которые, да, я никогда не возьму сигарету из рук женщины, даже если она будет королева. Бред какой-то. Бред всего и какой-то. Ну, к чему это? Ну, что ты хочешь это доказать? Вопросы чести. То есть, мы должны направлять свое сердце к описанию Говорит Суд. Во всех этих историях, может быть, друзья, вам лучше быть обиженными. А почему лучше быть обиженными? Потому что ты передаешь этот суд, это дело в распоряжении Господа. И он решает его. Да? И дальше мы читаем. Вы слышали, что сказано, любить вреднего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Интересно, да? Вы слышали, слышали, что сказано? А вот такое интересное. Здесь имеется в виду не конкретное заповедное, церковное. Сказано. То есть в царе сказано, что, например, если осел твоего врага упадет, то нужно помочь ему подняться. Исход 23.5. Если увидишь осла врага, то его упавшим под ножей своей, то не оставляй его, разбьюсь вместе с ним. Но вот мы видим стандарт царства. то есть если там распространялось как бы на животных, Любите врагов ваших. То есть благословляйте, молитесь и так далее. То есть люди, которые пытаются просто так это сделать, это будет достаточно сложно. Для того, чтобы сделать это действие, необходима сила Духа Святого. Просто так это ничего втруг. эта сила она приходит тогда, когда мы входим на территорию царства. Все эти вещи они возможны тогда, когда ты проводишь чем больше ты живешь в этом царстве, тем больше ты можешь делать эти вещи. Чем больше ты учишься вот таким законам, тем больше ты, скажем так, становишься его гражданином. Царство оно подобно вот этим маленьким вещам оно открывается в нашей жизни. потихонечку, полегонечку. Мы иногда оседляем, что у нас нет большого плода, но мы не заложили достаточно хорошее основание для того, чтобы увидеть этот плод. Это все равно, что мы выходим на поле или в сад и мы говорим вот то, что десной пособил яблони и яблоки. Мы понимаем, что они и вырубываем ее, говорим а ничего не получится. Мы не дали даже ей шанса. Мы возможно потом она станет еще лучше. Понимаете, да? Точно так же Царство Божье открывается в нашей жизни. Подобно горчанкам, подобно горчичным зерном. Мы развиваемся. Мы становимся этим деревом. То есть Царство Божье написано внутри вас есть. Царство Божье находится внутри нас. Мы являемся носителями этого Царства. Может быть мы не смотрим на себя именно таким образом, но это не значит, что его нет в нас. Друзья, это не значит, что его силы, потенциала, его перспективы нет в нас. Оно есть. Его нужно просто взращивать, ухаживать за ним. Мы понимаем, что у нас есть лозоны, и они вырастут тогда, когда мы будем ухаживать за ним. Если мы не обращаем внимания, они соответственно и не растут. Итак, мы смотрим дальше. «Да будите сынами отца вашего небесного, ибо он поверевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дочь на праведных и неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мы дарим? С предателями, да? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и так будьте совершенны, совершенны, как совершенен Отец ваш небесный, как совершенен Отец наш небесный. Это вопрос, да? И вот то, что он делает, солнце всходит и над добрыми, и над злыми, да? Дождь сегодня идет и для праведников, и для безбожников, и есть ряд благодати, которая распространяется на всех, например, жизнь, да? Например, какие-то благословения, это Божья благодать, которую имеют невежущие люди. Незаслуженный дар. поэтому будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. Вот вам и стандарт. Тора и Новый Завет намного выше того Синайского Завета, который был раньше. Мы вышли в лучший стандарт. и мы можем принимать те принципы, которые мучил Синайский Завет в разрезе учения Ишо, понимая, что эти принципы остаются, как мы помним, что есть Завет, а есть Закон. Закон по-прежнему остается, он называется Новый Непетан, но принципы остаются те же, хотя поднимаются и усиливаются на Новый уровень. И мы способны это делать. И сейчас мы поговорим с вами о некоторых новозаветних пониманиях основных законах. То есть как с точки зрения Нового Завета мы можем относиться к старым законам. Как мы можем видеть их с точки зрения преломления через Новый Завет. Мы постараемся рассмотреть законы о субботе, о чистоте, о десятинах, потому что в фарисейской системе эти законы считаются наиболее важными. Часто задают эти вопросы. Итак, давайте мы откроем с вами отрывок из Матфея 12-й главы с 1-го по 13-й стиль. Можем кто-то прочитать этого там? Так, 12-я глава с 1-го по 12-й стиль. Что время проходил Иисус в субботу заселены полями. Ученики же его были голодны и начали срывать колосья и есть. фарисеи и фарисеи это сказали ему вот ученики твои делают чего не должно делать в субботу. Он же сказал им разве вы не читали что сделал Давид когда он был голоден и бывший с ним. как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения которых не должно быть есть ни ему ни бывшим с ним а только одним священником. Или не читали ли вы в законе что в субботы священники в храме нарушают субботу однако не виновны. Но говорю вам что здесь тот кто больше храма. Если бы вы знали что значит милости хочу а не жертвы то не осудили бы невиновных ибо сын человеческий есть господин и субботы и отошедший оттуда вошел он в сеногову их и вот там был человек имеющий сухую руку и спросили Иисуса чтобы обвинять его можно ли их царять в субботы он же сказал кто из вас имея одну овцу если она в субботу упадет в яму не возьмет ее и не вытащит скажите сколько сколько же лучше человек овцы и так можно в субботы делать добро тогда говорит человеку тому протяни губу твою и он протянул и стала она здорова как другая спасибо то есть мы видим что Ишуа разбирается с законом о субботе достаточно просто да то есть фарисейский иудаизм определяет то что является работой что является именно работой правитель считает что работа для экономического обеспечения запрещена шабар то есть срывание колонсер ты обеспечиваешь себя экономически так сказать они определяют работу в определенных терминах помните мы с вами говорили да это что у нас Амадар и Малахада помните на подсознании где-то там оно отложилось то есть Малахада это та работа которая была запрещена в субботу да то есть в шаббат нельзя делать какие-то созидательные действия например если я нашел ручку в кармане в субботу это нарушение или не нарушение это нарушает сразу две заповеди то есть я нашел что-то и я собираюсь писать а это творческая работа то есть я пытаюсь сотворить что-то также мы знаем что родины учили что в субботу не следует оказывать медицинскую помощь если это не является необходимым для спасения жизни ну то есть если у тебя там ты встал ночью и мизинцем зарядил в угол стола где-нибудь то пластер не наклеивай грубо говоря или там еще что-то ты не умрешь от этого просто больно болит зуб терпи ты же не умрешь от того что у тебя зуб болит терпи то есть если человек может подождать он должен подождать ровно когда последняя там искра субботы зайдет он должен ломануться в больницу наверное так я себе представляю то есть мы видим что ученики срывали колоссия да и еще показывает что они нарушили устный закон хорисеев относительно работы для обеспечения в постном Талмуде есть спор о том что является сбором урожая мы знаем что в шабах нельзя убирать урожай с поля но если человек например идет по полю он срывает колоссия и съедает это можно в принципе было бы приравнять к тому же самому как ты заходишь у себя в холодовку берешь там на полочке что-нибудь и съедаешь в холодильнике допустим ты зашел там оно лежит или там на столе то есть вроде бы как бы нету какого там запрета но мы видим что родины стараются запрещать срывать какие-либо колоссия и очень интересно что в дискуссии с ними Ишуа приводит пример с Давидом да он же сказал разве вы не читали что сделал Давид когда в зал ковца и бывший с ним как он вошел в дом Божий и ел хлебы в предложение которое должно было есть не ему и бывших с ним а только одним священником или не читали ли вы в законе что в субботу священники в камень нарушают субботу однако не повинны но говорю вам что здесь тот кто больше храма если бы вы знали что значит милости хочу а не жертвы то не осудили бы именно ибо сын человеческий есть господин и субботный да и мы видим что это связано с властью Ишуа принимать галактические постановления то есть священникам был дан святой посвященный Богу Хреб который Давид не имел права есть поскольку он не был ген священником как геном совершенно верно но Давид и его спутники спасали свою жизнь и Ишуа не сравнивал своих учеников в таком же смысле что они спасают жизнь да потому что если бы они зашли в село которое они шли их бы накормили Давид был его спутники были в нужде но первосвященник решил что закон в этом моменте не применяется да можно дать им и если есть опасность для жизни то Давид он мог нарушить этот закон то есть первосвященник принял галактическое решение что в этом случае можно кушать хлеб то есть он сам решил он говорит я решаю что да этот случай подходит под тура и самую ситуацию когда хлеб можно кушать и Бог не осудил его то мы видим нечто меньшее теперь мы видим нечто меньшее то есть ученики они в общем-то не убегали и не было опасности жизни и Тора в принципе разрешает кушать собранное с края поля и не говорить что этого нельзя делать в субботу и в данном случае это ограда возведенная равинами так как это было их собственное определение того что является урожаем понимаете да то есть они сами решили что вот так делать нельзя вот это есть урожай понимаете разницу да то есть ешуа мы видим также что он является больше Давида больше Моисея дальше Абрида если бы вы знали кто здесь что здесь тот кто больше храма вы бы знали что милости то есть он имеет право определять голову определять вот эти моменты связаны с тем что можно что нельзя поскольку если Давид и первосвященник имели право определить голову так и нарушить тем самым запах то тем более тот кто находится здесь и шоу он имеет право определять голову есть контакт нет не жал это сравнение вопросе власти да они делают действия они они священно действуют да то есть там же вы вы же поймите что действия священника мы многие думают что это похоже на некую романтическую работу да что там ходят такие не рабы господа во всех суперодеждах вы представьте праздник да и приходят тысячи даже я не побоюсь этого слова миллионы людей вот представьте это небольшой город например 300 тысяч человек да а определенные дни он становится трехмиллионных городов и каждый пытается принести какую-то жертву овечку позочку грехи повинности благодарности жертву представляете что это зависит и что происходит что как бы чтобы грамотно ее принести нужны люди которые тебе помогут в этом да чтобы что-то жертву нужно чтобы что-то горело чтобы что-то горело должны дрова быть нужно пепел принести нужно это целая махина понимаете да они приходят и стоят там со всеми этими животными ну то есть такое целое действие вокруг этого всего и работа священника вот представьте мы читаем например о Давиде когда он переносил как человек завета я не помню дословно как там написано но там смысл сводится и каждых пять метров он приносил жертву по тельцу и по овну и так далее вы видели как приносит вообще что такое зарезать овна ну или там тельца бычка да то есть на секундочку каждых три метра надо зарезать бычка это я не говорю о том что это безумно дорого я говорю о том что это все надо разделать полполь дня таких полдня тут свинью несчастную все люди колят там да и целый день потом встать не могут праздновать всегда ну саму идею то есть вы понимаете да что на самом деле в этом участвовала куча людей на самом деле это ну это не было прикольно это не было приключение и как говорят сейчас о наши левиты пришли группа прославления имеется ввиду слушайте левиты это люди из колена левия давайте начнем с этого да у них у них одна из функций была наряду со всеми другими функциями это пение да а куда деть жертвоприношение а куда деть различные другие вопросы связанные с обучением и так далее и так далее сейчас левиты у нас ходят избранный народ колено в церкви у нас есть ну а как то есть мы посмотрите с одной стороны смешно с другой стороны это подмена понятий вы понимаете да мы можем сказать конечно да это то то но в новом завете нет понятия левита в том смысле в том контексте который мы видим в Синайском договоре да что это было левитское служение это было отделенное служение это было одно колено говорилось у конкретных физических людей о которых можно было посчитать да они жили в конкретных местах занимались конкретным родом деятельности у них была своя череда у них был свой порядок и так далее и так далее и так далее их целью было священодействовать перед Господом приносить жертвы за грехи всего народа учить Израиль было да то есть мы видим что каждый из нас находясь в новом совете он может священодействовать и в том числе женщины в том числе женщины потому что тогда это было более того ты мог родиться левитом и например у тебя не было одного глаза и ты не мог священодействовать читали да если ты такой кривой кривой кромой и там с другими приключениями по жизни не получается не получается новый завет он расширяет функции священства поменялся первосвященник поменялось священство понимаете да огромнейшая благодать дана потому что тогда ты можешь быть красавцем мужчина все прекрасно касаясь сажей плеча но если ты не родился левитом иди гуляй ты не купишь это это не продавалось вы помните да проблему которую имели с аддукеями они поставили своего вот назначили и все и вот два проблем то есть мы видим что Ишуа он мог менять определенные вопросы связанные с галахой с тем устным учением то есть в Алисеи решили что сбор урожая это вот это дал бы не послушайте это по другому потому что мы должны смотреть на суть вот так вот так и вот так аминь и как Ишуа защищает с галахой он говорит что значит милость и хочу а не жертвы то что мы читаем ну говорю вам вот здесь тот кто больше храма если если вы знали что значит если вы знали что значит милости хочу а не жертвы то не осудили вы невиновны да то есть он говорит они невиновны потому что сын человеческий есть господин субботник да и он и он говорит о том что вам люди надо разобраться с мимостью многие говорят о том что многие христиане иногда считают что здесь ишуа приступает закон но мы видим что ишуа нигде не переступал этот закон вы поймите какой момент если бы он его переступил он бы согрешил перерога и если бы он согрешил его жертва не было бы жертвой понимаете да он вынуждался сам жертвы есть очень такой простой как бы логическая цепочка поэтому ишуа жил в полном послушании законам некоторые думают что когда ишуа говорил о том что он господин субботы то тем самым он отменяет субботу да оно как бы так выглядит типа а я вам говорю короче говоря я господин субботы хочу ем хочу не ем то есть если мы ну как бы смотрим вот так просто вглубь да не зная о таком понятии как галаха то оно так выглядит но если мы смотрим на это с точки зрения отмены галахи фарисеев мы понимаем что он не против субботы но речь идет о том что значит соблюдать субботу да и сейчас ведутся об этом также размышления потому что если вы пойдете например вот там я спрашивал как-то адвентистов седьмого дня то есть они пытаются соблюдать субботу да и говорят что это значит у вас адвентисты любят мессианских верующих потому что вроде общие есть связи субботы да что что значит он говорит ну в этот день мы стараемся ходить в церковь мы стараемся не делать каких-то там особых дел мы читаем писание проводим время с семьей вот но это же совершенно большая разница между тем что говорят например ортодоксальной игры да то есть мы можем понимать что в этом заложен определенный смысл отдыхай отдыхай и пускай этот день для тебя будет днем когда ты остановишься задумаешься о всевышнем задумаешься об условиях официальный день работа это будет отдельный но вы понимаете да что весь вопрос то как это сделать как это отделить как сделать его ну насколько я должен не работать то есть если ты уже ходишь с крючем на пузе по городу то я думаю что у тебя уже проблема понимаете да вы обратите внимание по одессе ходят иногда такие красавцы вот да чтобы не перекрутиться они возводят ключ в рак одежды ну вы же понимаете как это называется да то есть ты вынужден носить этот ключ а как ты он все равно им пользуется но ты делаешь своей головой да такие вещи чтобы как бы все хорошо на самом деле вы понимаете да это вопрос головы вопрос каких-то изменений вопрос какого-то такого вхождения как будто ты играешь с Богом в какую-то стратегическую игру они хотят буквально исполнить дух 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 да да например когда мы читаем не читаем я помню такую историю когда-то рассказывали о том что верующие братья там сидели в тюрьме за веру во времена ставить и не было понятно ни вина ничего не было они сильно хотели принять нашли кусок хлеба такого старого и воды можно принять как причина можно а почему можно это же в описании потому что плод винограда мы говорим о таком понятии как кавана намерение сердца и когда мы в христианском обществе говорим об этих словах мы его не говорим что конечно же можно но если вы поднимите этот вопрос например в ортодоксальном обществе например я как-то смотрел дискуссию между светскими евреями и религиозными евреями на телевидении здравствуйте и поднимался вопрос если человек находится в тюрьме и он хочет исполнить заповедь о маце то есть на бессах можно кушать мацу да может а у него нет мацы ну физически нет мацы понимаете он хочет может ли он исполнить эту заповедь если он скушает чуть-чуть обычного хлеба ну он ведь у него же есть намерение и всевышний знает что он не может ее исполнить но он хочет и там долгое они переливали там и так и сяк это рассматривали в конечном итоге религиозная половина сказала что нет ты должен исполнить заповедь так как она звучит никак по-другому твоя кавана значение не имеет то есть поэтому мы можем слышать периодические истории о хасидах которые летают в самолете в салофановых пакетах а чтобы никто не притронулся над кладбищем пролетают над кладбищем пролетают там же кладбище нечистое место делает тебя ритуально нечистое поэтому если на высоте десять тысяч метров что вы смеетесь поедете в ум во время правильных праздников вы все поймете насколько все непросто в этом мире поэтому у них у них очень все просто с другой стороны они не прогибаются под изменчивый мир они прогибают его под себя вы представили как я себя представила ровина летящего в руке с бандиком вот это стыд я была бы да для если бы ты смогла это смотографировала не 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 за всем этим стоит голока мы говорили с вами да в густном законе не стоит недооценивать это очень серьезная вещь тем не менее мы видим что суббота как говорит Ишо она сотворена для человека то есть суббота она дана всевышним для того чтобы благословить человека а не человек становится рабом субботы мне очень нравится это место писания из нового совета по моему посланию к римлянам это говорится что представьте тела ваших жертв живую святую для разумного служения вашим и в оригинале там стоит вот это слово разумного очень для обдуманного грамотного как бы с пониманием служения то есть не представляете свои тела для жертвы просто такой вот дневной какой-то непонятной какой-то ну с умом делайте служите богу умом потому что я вам скажу друзьям что как христианских общинок так и христианских церковь полно так же устной это голоха она забирает кучу силы она забирает свободу есть голоха которая хорошая понимаете да например наша голоха говорит о том что у нас вот столько это длится урок да о том что у нас есть дежурный который будет убирать за всеми по очереди у нас есть очередь это голоха понимаете мы так решили это голоха имеет свое ограничение она распространяется на наших учеников только да и она распространяется на конкретные помещения на конкретное время и это здравые хорошие вещи у нас есть голоха например о том что там там дети не могут ходить туда они должны делать вот это это не закон это голоха наша согрешают ли они перед господом вы согрешите если вы не поупираете вы нарушите не заповедь вы нарушите ну как бы данную всевышнюю да вы нарушите нарушите постановление соответственно за нарушение этого постановления есть наказание нет всевышнего а допустим еще плюс одно нежурство да понимаете разницу да есть это это разные вещи это разные вещи поэтому пишу а нарушая фалисейскую голоку о срывании колосьев он не нарушал тем самым основные принципы торы то есть он показывал мы видим как он их показывал и так мы понимаем что суббота она была нам память о исходе из египта когда мы стали свободными людьми помните да что сам по себе исход это праздник выхода из рабства и можно отпраздновать эту свободу так что вести себя в новое проставить такую головку что это будет не праздник свободы а праздник непонятно чего то же самое когда в шаббат ты терпишь какие-то болезни или немощи мы понимаем что сама идея выхода из египта она подразумевает что ты уходишь от вещей связанных с болезнью да с каким-то унижением с немощем и так далее и дальше он говорит и вот там был человек имеющий сухую руку 10 стиха и спросили Иисуса чтобы он видел можно ли исцелять в субботе он же сказал им кто из вас имеет одну отцу если она в субботу увадёт в яму не возьмёт её и не вытащит сколько же лучше человек отцы и так можно в субботе делать да дом тогда говорит человеку и протяни руку твою и он протянул и стала она здорова как другая видите да то есть это демонстрация скажем так здравого служения на определенным заблуждением можно так и мы видим в девятой главе евангелия Иоанна интересный тоже ну похожий сюжет он говорит с пятого стиха да кори я в мире я свет миру сказал это он плынул на землю сделал брение и сплюновение и помазал брением в глазах слепому и сказал ему пойди умойся купать и силаан что значит посланный он пошёл и умылся и пришёл зрячим тут соседи и видевшие прежде что он стал он был слеп говорили не тот ли это который сидел и просил милостыни иные говорили это он а иные похож на него он же говорил это я тогда спрашивали у него как открылись у тебя глаза он сказал человек называемый Иисус сделал брение помазал глаза мои и сказал мне пойди на купальню силаан и умойся я пошёл умылся и прозрел 9 глава Иоанна 5 16 стих тогда сказали ему где он он отвечал не знаю повелись его бывшего слепца а была суббота когда Иисус сделал брение он спросил его так же и парисеи как он прозрел он сказал брение положил он на мои глаза и я умылся и вижу тогда некоторые парисеи говорили не от Бога этот человек потому что не хранит субботы другие говорили как может человек грешный творить такие чудеса и была между ними распря вот он пример да чудо оно но отрицаем явное чудо говорят нет это не от Бога человек не от Бога это какие-то бесы делают что-то то есть мы видим что подобные истории мы можем увидеть во всех четырёх евангелях да когда исцеляют исцеляют в субботу и шо он злит фарисеев потому что фактически он бросает вызов их галахе их власти да и он говорил о том что на на седалище Моисея сели книжники фарисеи да помните потому что они вам говорят делайте но по делам их не поступайте то есть уча закону Моисея вы делаете это если они учат именно закону но по тем делам по той галахе которую они устанавливают на этом седалище не поступайте то есть не делайте лицемерно не облачайтесь во внешность забывая о своём сердце поэтому может сложиться у нас впечатление что это для того чтобы разозлить он просто какой-то герой но на самом деле все было по-другому и так шаббат представляет собой свободу независимость и если человек ощущает боль он не может почувствовать полноту субботы он не может насладиться да он находится в рабстве в болезни боли чтобы человек мог войти в шаббат нужно его исцелить так поэтому шаббат это наиболее благоприятный день все болеют и поэтому это милость и откровение милости божьей и шоуа создает галаку и шоуа был против когда вокруг закона ограждают какие-то другие дополнительные законы вот на этом наверное мы с вами на сегодня что увидите что вы Продолжение следует...